Всем привет! Удивительное дело, но вы опять слышите Лёшу Галецкого, и я продолжаю играть в шестую циву. Кстати, вот посмотрел тут мои отношения, неприязнь, но причиной текущих отношений в данный момент ничто не портит ваши отношения. То же самое касается, например, Америки, тоже ничего не портит, но при этом отношения неприязненные. Не знаю, с чем это связано. Еще я глянул по поводу престижа. Помните, я включал линзу престижа. Он будет действовать, когда я смогу строить районы-пригороды. Это другой район-пригород, он будет давать количество жилья в зависимости от того, на престижные клетки я его построю или нет. То есть вот эта престижная клетка, вот эта. Вот если я здесь буду строить районы, тогда будет давать жилье. Ну ладно, мы до этого еще доберемся. Давайте выберем сначала исследование. Что-то у нас Норвегия вырвалась вперед. Постройте университет. Массовое производство пока недоступно. А почему недоступно? Потому что судостроение не открыто. Ну давайте судостроение. Заодно колосс попробуем построить. Литье. Литье дает только... Юнит обстрел называется. Это обстрел. Осадный юнит эпохи Возрождения. Обстрел. Пострел, обстрел везде поспел. Странное название. Ладно. Так, лесопилка. И... Нет, ничего. Подожди, так у меня тут... А, закрыты границы. Тут закрыты границы, блин. Хорошо, а Испания мне откроет? У меня там посольство все-таки и прочее, прочее. Так, это я уже просил его не обращать в мои города. Я хочу... Право прохода. Не понял, а что, я ему дал право прохода? Что-то я не пойму, почему... Почему вот у него нету... Ну и тем более, что... Судя по... Общению, то есть это я ему только даю. Вот это... То, что я предлагаю. То есть я ему даю право прохода, а он мне почему-то... Странно. Что-то непонятно мне. Не, ну, с японцем я... У меня справа проходы... Вот тоже вопрос. Почему я не могу нигде в интерфейсе посмотреть... Кстати, а вот вам демография. Вот показывает, сколько у него, видимо, культуры. Нет, это мое. Это мое показывает. Жалко. Жалко. Можно, кстати, шедеврами меняться. Зачем-то, видимо, тоже понадобится в будущем. Почему я не могу посмотреть те договоры, которые уже заключены? А вот. Нет, я могу посмотреть. Вот право прохода заключено. Я не понимаю, почему Испания... Я и могу дать право прохода. То есть, вы можете сказать, что у него не открыто просто, но это... Одно из самых ранних... Это империя там какая-то. Одно из самых ранних социальных политик. То есть, это, по идее, уже должно у всех быть открыто. Ладно. Не хочет давать? Фиг с ним. Пойдем тогда... Просто... Через Японию. Где он у нас тут? Вот так пойдем. Будем мешаться Испанцу в его нападении на японца. Фиг ли он там... Бедного японца напрягает. Правильно? Правильно. Приятно поговорить с умным человеком мною. Так, что мы еще... Так, а что это вот это стало... С фермой? Почему она такая коричневая? Внезапно вся... Блин. Блин. Давайте вот тут... Ферму построим. И поселенца надо построить здесь город основать. Столько всего надо строить. Может, когда через перехода будет. Так, еще одно. Еще один шедевр создаем. Микеланджело. Давидов. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Показать шедевры. Значит, еще один в художественном музее может быть шедевр от художника. Так, и что у нас есть с великими людьми? Великий флотоводец вряд ли, великий полководец вряд ли, великий торговец вполне. Еще и двух послов даст, кстати, Джейкоб Астер, неплохая штука. Великий ученый, великий писатель. Такая биография можно читать интересна. Вот, великий музыкант скоро будет. Мне, кстати, надо для него, видимо, какую-то оперу построить. Есть у меня сейчас? Я в Акрополе ничего сейчас не могу строить. А где эта опера? Ну ладно, потом разберемся, когда он появится. Так, собрать ресурс 302 золота. Губа плюс одна пища. Давайте плюс одна пища. Пойду еще киты. Китов обрабатывать. А почему адмирал не может выплыть в океан? Видимо, надо открыть что-то. Ладно, пускай пока тут стоит. Отдых. Отдыхает. Адмирал плавал брасом. Теперь отдыхает. А что у нас тут? Японец. Боже, что тут за звуки? Тут миссионеры друг с другом воюют. Так, Испания отступает. Отступает под ногой, но зато прискакал в высоту. Вспомним, что политика, колониализм, империализм и войны также возникли в человеческом мозгу. 100% при производстве юнитов. Нафиг. Плюс 25% золота в городах на другом континенте. Тоже нафиг. А вот это прикольно. Британская Индия. Давайте попробуем. Вот вместо плюс одного золота с каждого вашего посла поставим вот это. Плюс две науки, культуры и веры. И золото. Еще и золото. За каждый город. Вот так. Подтвердить. 153 культуры, 52 науки. Увеличилось, да. Круто. Дальше что мы открываем? Социальная... Строительная инженерия. Ну, в принципе, да. Построить археологический музей. Объявите войну, имея формальный повод. Две полевых пушки. Так, вот у меня послы появились. Я не очень понимаю, откуда у меня вот сейчас два посла появилось. У меня вроде не заполнилось. Ну да ладно. Так, в нан-модоле. Можно один одного посла. Тут есть сузерен, сузерен. Ну и давайте, видимо, в хатусу. Начнем увеличивать очки влияния на хатусу. Отличненько. Еще Микеланджело может создать. Три шедевра. Пьетто. Отлично. Весь художественный музей заполнен чисто шедеврами Леонардо. Так, тематический бонус, удваивающий продуктивность при экспозиции произведений одного типа от различных творцов. То есть мне надо либо три скульптуры, но от разных творцов, либо три картины, я так понимаю. Ладно. Так, а что хатуса хочет великого торговца? Вроде у меня там возможен великий торговец. Так, купим клетку с китами. 165, 165. Ну и какую клетку лучше купить? А киты это какой ресурс будет? Бонусный или ресурс тут бонусный? Все бонусный. Вообще это не киты, а рыба оказывается. Данное Испанской империи обещание было нарушено. Он мне обещал города моей не обращать. Собрать иду сразу. 155 пищи будет. Тут еще и жилье предоставляется. Одиноким предоставляется общежитие. Блин, насколько, видите, лимит жилья у меня превышен в спарте, из-за того, что я не рядом с рекой построил ее. О, Германия в возрождение выходит. А я уже в промышленности. Но только за счет социальных политик. Блин, что-то тут... Рим Парния скопил. Советую изучить мир вдали от наших берегов. Для этого могут пригодиться даже сухопутные войска. Между моряком и вечностью только доска. Прогресс протаряет прямые дороги. Но гений выбирает непротаренные пути. Плюс 15% производства при строительстве чудес света. Плюс 30% при создании строителей. Нет, мне это пока не надо. То есть теперь у меня уже могут мои юниты спускаться на воду. После открытия... Чего? Судостроение? Вот нафига дуболомы-хатусы плавают... Плавают тут. Так, что мы следующее? Построить археологический музей. Я его не построил. Объявите войну. Зоопарк. Эрмитаж. Эрмитаж мне надо. Историческое место и рисунки. Давайте вот это откроем. Может этих рыб вырубить? Чтоб пергам вырос как не в себя. Но тут проблема может быть в том, что он вырастет и... У него проблемы начнутся, что он будет уменьшаться. Будут люди дохнуть. Фридрих Барбаросса благодарит Теодора Рузельта за помощь с целью Железная Корона. Конкистадоры Испании разграбили священное место. Так, ну что, шпион. Давай, рождайся, шпион. Наконец-то мы шпиона отправим куда-нибудь. Промышленную зону в Акаяме. Е-е-е. Так, и что? Контр-разведка отправить... Выбрать город как цель шпионажа. Это сколько ходов он туда будет идти, да? Давайте, наверное... Слушайте, а вот видно, какие тут районы построены, да? Давайте, наверное... Недорос норвежский. Не знаю. Ого, возможное задание. Найти источники. У шпионов будет на два уровня. На два уровня. Больше у него будет в течение 24 ходов. Переиллюстрировать почту. Увеличивать дипломатическую видимость на один уровень. И похитить технологическое ускорение. Украсть одно ускорение, в том числе канализацию. Украсть канализацию. Видите, он крадет не технологию, а ускорение технологии. Даже не знаю, найти источники или перелес... Давайте найти источники. А, это потом будет, когда я туда приду. Окей. Ну, шпиона одного отправили. Я так понимаю, что больше я пока шпионов не могу, да, отправлять? То есть, нету ни смысла сейчас шпионов строить. Окей. Тогда построим... Для Акрополя нету подходящего места. Центр камер... Колосс. Построим колосс. Купим вот эту клетку. Кстати... А, он может только рядом с районом строиться. Поэтому я в этой клетке не могу построить, потому что нету района рядом с ним. А тут есть гавань. Окей. Да, построить. Онлайн-версия 2GIS подскажет, какие рестораны, бары и кафе появились за последние три месяца. Компания 2GIS оперативно обновляет свои карты, и вы всегда в курсе актуальной информации. Скачивайте приложение под вашу платформу абсолютно бесплатно с сайта 2GIS.ru. Или пользуйтесь онлайн-версией 2GIS, если быть точным. Ваш делегат Геракл выносит предупреждение Харальду. Альгамбра в Испании построена. Опять в Преславе потерян статус Сузерена. Не понимаю, у меня вот какие-то бонусы на строительство этих посланников. И тем не менее, они постоянно отбирают сюзеренитет. Правительство Норвегии сменилось на монархами. Мне вот эти все-таки нравятся слухи. Пока идет ход, можно почитать. Интересно, как это в сети будет организовано. Во, в промышленную эру Испания тоже вышла. Дверь. И может быть ни правдой, ни искусством. И венецианский арсенал. Плюс 2 очка. При создании морского юнита вы получаете второй такой же. Можно построить только на побережье рядом с промышленной зоной. Ну, я только если верфь смогу строить. Ой, дворец Потала. Харальд суровый. Зафигачил. И в Нанмадоле я потерял статус сюзерена. Ну, блин. Водяная мельница. Плюс пища от риса и пшеницы. У меня только один рис тут. Нафига мне водяная мельница тут, правда? Храм тоже не нужен, по-моему. Рынок, маяк. Нет подходящего. Видите? Куча чудес невозможно построить из-за того, что нету подходящего места. Так, поселенца. В Спарте. Что мы построили в Спарте? А, этот акведук мы построили, да? Теперь три хода роста. Отлично. Банк. Великий торговец. Давайте-ка... археологический или художественный музей. Промышленная зона так долго строится. Знаете, я художественный музей могу купить. 585. Два хода, и оно все... Поэтому давайте мы промышленную зону построим. Ну вот, смотрите, у нас... Тут лес есть, правильно? Размещенный здесь район удалит леса. Есть лес. У меня на данный момент... 0 из 184. Ставим промышленную зону здесь. 0 из 200. То есть, там, где ставишь район, все эти ресурсы, они просто убираются куда-то. Уничтожаются. Их просто нету больше, и все. Так. Что тут стоит? Все на производство. Даже со всем на производством строится будет 25 ходов. Ну, я явно тут что-то неправильно делаю в любом случае. Тут надо специализацию, мне кажется, районов. Делать. Так. Давайте купим эту клетку. Уже 170 стоит. Купили. И вот теперь я хочу полностью вырубить. 160 тысячи. Ну-ка. 5 населений, но при этом, видите, лимит жилья. Ну, пока уменьшается. Увеличим жилье, и побыстрее все это станет. Так. Тут лесопилку нельзя, просто можно вырубить тропический лес. Вот. На 8 ходов до коллоса. Сколько апостолов римских? 5. 5 штук. Заслужил повышение мученик и апостол. Саруман против Саурона. Саруман против Гэндальфа. Два апостола. Если бы я присутствовал при акте творения, я дал бы несколько полезных советов по лучшему устройству вселенной. Зоопарк, Эрмитаж, Юнит Археолог и Историческое место. Сменить. Я-то сменю, потому что мне больше не надо шпионов производить. Так. И что мы возьмем тогда? В дипломатии? Ну, не хочу я это брать. Хотя двойной эффект. В принципе, ладно. Экономика. Стоимость клеток. 15. Производство при строительстве чудес света от промышленной эры и далее. 100% золота от зданий в районе Центр коммерции. Или 100% науки. 100% золота или 100% науки. У меня от городов 66 денег. У меня, по-моему, кампус вообще только один. Коммерции несколько. Давайте вот коммерцию возьмем. Не знаю. Вот историческое место. И вот историческое место. Короче, надо археолога. Но у меня нету, кстати, археологического музея. Так что смысл. Вот. Два посла появилось. Одного сюда отправим. А второго в Хатусу. Кстати, что Хатуса хочет? Торговец. Преслов. Торговый путь. Ереван. Обращение в веру. Кабул. Торговый путь. Иерусалим тоже торговец. И писатель. Что у нас там? Писатель набирается. Торговец. Что с торговцем? Блин, меня Конга обгоняет. Обалдел, да, Филипп? Ты что, варвар? Ну, я его убить могу. Ну, не буду. Пускай с ним занимается. Торговый пост построен. В Риме. Выбрать пункт назначения. Торгового пути. Так, вот видите, рядом с названием города написано, где уже мной построен торговый путь. Поэтому, наверное, имеет смысл отправлять там, где не построен, да? Ну, и с другой стороны смотреть, сколько будет прихода. Давайте вот в киото отправим. И в Лондон. А, подождите, какие-то города там хотели... Кабул, Торонто, Лавента. Преслов хотел, но до Преслова, видите, не добегает. Кабул тоже хотел, но я и так его сюзерен. А где Акаяма? А лиц где? Лиц не виден, но он, наверное, тут где-то. Так, давайте в Лондон. Вот, шпион пришел. Что сделаем? Давайте пока найти источники. Производство. О, я в Радусе что-то построил. Тут даже что-то строится. Ну и что, центр коммерции? Мне ничего это не даст вообще. А промышленная зона? Вот тут хотя бы плюс один. Ай, бесполезно все, конечно. Бесполезный город. Да. Всё. 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 Посмотрите, пилигримы стекаются в Рим, посмотреть священную религию и философский камень. О, Вильнус. Что хочет Вильнус? Подготовить кавалерию. Так, у меня, кстати, есть два посланника опять. Во-первых, в Нан Мандол, а во-вторых, в Хатусу. И что у меня с великим торговцем? Да, Конго меня опережает по великим торговцам. Да, голодает город. Виктория выносит предупреждение Трояну. Так, надо следующим ходом попробовать везде посольство еще основать и посмотреть, какие там взаимоотношения у людей друг с другом. Гад. Нифигасия. Наши военные научились объединять два юнита в более крупные корпуса. Объединенный корпус гораздо мощнее, чем его составляющие. Астрономия кажется намного более интересной, если ты сам не астроном. Человеческая природа, как явствует из трейболизма и национализма, запускает механизм человеческой эволюции. При поражении юниты теряют на 50% боевой мощи. Нет, пока не будем ничего менять. Так, во-первых, давайте спасать. Во-первых, я не могу понять, почему Филипп мне не хочет открытые границы давать. Ладно. Норвежец Филипп и Японец его не любят, зато Виктория почему-то обожает. С Конгой вообще мало кто дружит. Странно. Японец не хочет, да, посольство? Не понимаю. Как раз те страны, с которыми у меня вроде как нормальные отношения, они не хотят посольства. Ай, ладно. Хана моему скауту. Так. Где мы поставим город? Мне рекомендуют тут, тут и тут. Я, пожалуй, вот тут поставлю. Научная теория, Оксфордский университет, чудо света. Плюс 20% науки в этом городе. Еще и две случайные технологии открывают. Нифига себе. Можно построить только на равнине или лугу, рядом с кампусом, где есть университет. О, я смогу вот тут построить. Так, из социнститут две полевые пушки. Владейте городом с населением 15. Да, у меня что-то маленькие города. Урбанизация. Можно будет пригород строить. Так, в Афинах я построил университет. Ой, то есть поселенцы я построил. Давайте еще строителей. О, шпион. Что, я уже могу ищу шпиона? Хм. Ну, давайте шпиона. В принципе, я сейчас могу поменять... Ммм... Нет, опять строителей. Симиле лоуис кай лести регну империум туи... Ты тоже это говорил, это повторяешься. Повторяется, троянчик. Благодарит Харальда. Покеда, скаут. Ты хорошо сослужил мне службу. Так, давайте попробуем объединить юниты. Ага, вот. Сформировать корпус. Вот смотрите, у нас пикинеры 41 сила, да? Так. Теперь 51 сила. Пикинеры, корпус. Ну, не знаю. Надо было попробовать. Вот я объединил в корпус. Сильный флот у Слады для глаз. То есть, ему нравится, что у меня сильный флот. Исходя из того, что у меня вообще только адмирал есть. И все. Так, рабочий. Где у нас еще... Лукдунум? О, блин. Смотрите. Рим аж туда провел поселенцы и поставил город, где я не хотел ставить. Ни фига себе. Так, вон он у меня уже бегает. Давайте, может, в Акаяму. Блин, и в Торонто неплохие бонусы. Тем более, из... Из Спарты, где как раз производство нужно. Давайте в Торонто. Слушайте, а может... Кстати, центр коммерции. Мне надо, чтобы город до 13 вырос и построить центр коммерции. Так. Ой, я думаю, могу двух жителей даже держать. Пускай тут два жителя сидят. А остальных... Ой, два жителя в кампусе. Плюс пять от районов, плюс пять от камп. Вот я получаю науку. Смотрите. Плюс четыре от обрабатываемых клеток. Где у меня клетки с наукой? Кто-нибудь видит? Непонятно. Плюс восемь от здания. Это понятно. Дворец, библиотека, университет. Окей. Восемь и четыре от населения. То есть, видите, тут не каждый... Не каждый житель дает науку, а... Не знаю, с каким-то модификатором. Плюс пять от районов. От модификаторов и плюс пять процентов еще от довольства. Если вот этого одного уберем. Точнее, двух. Вот что сейчас поменялось? Только население? Что-то не могу понять. Просто... Просто плюс четыре сейчас, да? Вот плюс четыре обрабатываемые клетки. Это у меня два жителя тут сидят. Вот они дают... Ага. Ладно, пока пускай все так останется. Храм не нужен. Храм не нужен. Водяная мельница. Эрмитаж. Строители, разведчики, шпион. Я ж могу фестиваль на театральной площади провести. Давайте мы это сделаем. А в городе, где есть коммерческий центр, проведем... Ну, чтобы очки великого торговца появились. Вот такой у нас план. Так, ну а пока на этом я завершу серию. Пользуйтесь дваги, сыграйте в умные игры. И продолжение уже в следующей серии. Спасибо, что засорили до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы серили до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен. И это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.